Пройдя по улицам города, парад дружбы народов ярким и красочным шествием двинулся в сторону Патриаршей площади. Представители разных национальностей в народных костюмах прошлись по набережной как шаги, чтобы соединиться в огромный хоровод. Около тысячи человек взялись за руки, чтобы еще раз показать, народы России едины и наша сила в том, чтобы жить одной большой семьей. Ой, с вечера с полуночи, ой, с вечера с полуночи, головка болела, головка болела, ой, да головушка моя болела, ой, да головушка моя болела, гулять захотела, гулять захотела. Флэш-моб хоровод дружбы начался на площади Никонова и соединился на Патриаршей через Театральные и Воскресенские мосты. Так масштабно начинался многочасовой праздник, который был организован общими силами Министерством культуры республики, администрацией Йошкаралы и Государственным автономным учреждением культуры Мариэл Телерадио при поддержке партнеров. Впрочем, цвета российского триколора в этот день можно было увидеть не только на площади, но и в небе над городом. Парашютисты отметили День России впечатляющими прыжками с приземлением, а точнее приводнением прямо в малую как шагу, на радость и восхищение взрослым и детворе. Ну а дальше внимание зрителей было приковано к сцене, где начинался многочасовой концерт и звучали слова поздравления. Сегодня 12 июня, День России, один из самых почитаемых, один из самых главных праздников нашей страны. Сегодня на нашей самой красивой площади, площади Патриаршей, собралось очень много народа, нас не испугает, не очень хорошего года на самом деле. Я думаю, что время сегодня все проведут полезно, с удовольствием отдохнут. Мира, благополучия, добра вашим семьям. С праздником еще раз, с Днем Великой России. Как замечательно, что сегодня все объединились во время нашего замечательного, большого, крупного праздника для администрации города и Министерства культуры. Все потребности организаций сегодня здесь, в городе, организовали совершенно замечательный праздник. Праздник для всех южкоролейцев, праздник для всех жителей Республики Мариэл, которых от души хочется поздравить самым главным, самым великим праздником Днем России. Всем здоровья, счастья, благополучия. И только вперед, Россия вперед. Жители Южкоролы, гости из районов Мариэл, других регионов и стран пришли в этот день на Патриаршию, объединенные одним светлым чувством – любовью к России и праздничным настроением. Его давно уже справляют, но так масштабно, это года 2-3 в Республике. И нас представили татарского народа, ведь это очень радует. Мы в семье единой, мы сообща, мы воодушевляемся. И это праздник. Спасибо организаторам. Для меня День России – это единство народов, это дружба, это познание культур других народов. День России – это святой праздник, это моя родина, я люблю ее. Самый лучший праздник в России – это День России, ура! Россия – многонациональная страна, для нас тоже праздник. Ну, всем желаем удачи, счастлива. Ну, ура, День России! Я из Мали. День России – это означает для меня День Единства, в котором мы встречаем с друзьями. День России – это наша страна, как не отмечать? Это главный наш праздник российский. День России – это моя страна. Люблю свою страну, как Мариэлл. Вот что значит Россия. Программа концерта, организованного Мариэлтелерадио, была составлена так, чтобы свои таланты могли продемонстрировать представители разных народов. Русские, марийские, татарские, кавказские, индийские, туркменские песни и танцы зрители принимали одинаково радушно, зажигая вместе с исполнителями. На патриаршей гостей праздника развлекали и на площадках партнеров. Так, автоцентр «Кондор», генеральный партнер Мариэлтелерадио в День России, приглашался за руль новеньких автомобилей. Высокое качество обслуживания, честное отношение к клиентам, разумные сроки исполнения заказов, а также широкий спектр сопутствующих услуг. Вот те преимущества, которыми пользуются клиенты автосалона «Кондор». «Кондор» представил на патриаршей модельный ряд новинок. Автомобиль «Ховер» – полноприводный рамный внедорожник с двухлитровым турбированным двигателем, шестиступенчатой механической коробкой передач, несущей рамой и клиренсом 240 мм. «Хавейл» – автомобиль премиум-класса с турбированным двигателем, как с механической, так и автоматической коробкой передач, системой бесключевого доступа и запуском двигателя без ключа, с богатейшей комплектацией только в автосалоне «Кондор». «Кондор» также разыграл сертификат среди пользователей социальных сетей. Кроме того, призы и подарки на сцене и на площади разыгрывали и раздавали «Кароки Барсарай», автоцентр «Парус», сеть «Аптек Вита». Особенный подарок городу приготовил еще один партнер Мариэлтелерадио – Сбербанк. «От лица Сбербанка я готов поздравить всех жителей республики Мариэл с этим замечательным праздником, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. И пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом, новыми начинаниями. А от лица Сбербанка мы бы хотели подарить подарок, который в ближайшее время будет поставлен на Патриаршей площади. Это будет велостоянка». Свою музыкальную программу на Патриаршей представил один из ведущих вузов при Волжье – Волготех, учеба в котором объединила талантливых представителей самых разных народов. Ну и наконец, для самых стойких и энергичных вечером на Патриаршей звучала электронная музыка – танцевальный опен-эйр от Доппель Перц. Под грув и бит на площади образовался еще один хоровод, пусть не такой масштабный, но не менее дружный. Итак, День России на Патриаршей состоялся. Но это означает лишь то, что Мариэлтелерадио начинает подготовку к следующему масштабному и всенародному празднику – Дню рождения Ешкаралы, который пройдет в самом сердце города уже через два месяца. Празднование 12 июня – Дня России. Похоже, стало новой городской традицией, которую ешкаралинцы и гости столицы республики поддержали, несмотря на достаточно ненастную погоду. Тем не менее, в течение 12 июня на одной из праздничных площадок нашего города на Патриаршей площади шестичасовой музыкальный марафон нам помогли провести лучшие творческие коллективы и исполнители города, подарив тысячам ешкаралинцев прекрасное настроение. Ну а начиная с сегодняшнего дня, мы занимаемся подготовкой уже нового праздника. Это День города, 11 августа. Ешкарала отметит свой день рождения, и Патриаршая также станет одним из мест проведения праздничных мероприятий. Что здесь будет – пока секрет, но скоро мы все об этом узнаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова